Региону удалось снизить задолженность перед энергоснабжающими организациями на 5%. Однако некоторые бюджетные учреждения продолжают копить хвосты. Особенно муниципальные задолжали 196 миллионов рублей. Наибольшая просроченная задолженность муниципальных учреждений сложилась в городском углу Геворкута 96,9 миллионов рублей, в муниципальном районе Усть-Вымский 25,8 миллионов рублей, и в муниципальном районе Усть-Вымский 25,1 миллионов рублей, и в муниципальном районе Цисельский 13,8 миллионов рублей. Проведенный анализ показал, мы докладывали на заседании правительства в сентябре текущего года, что основной причиной задолженности муниципальных учреждений за коммунальные услуги является, прежде всего, ненадлежащее планирование расходов на указанные цели, и, как следствие, недостаток средств на местных бюджетах для покрытия принятых расходных обязательств. Не заплатили по счетам и учреждениям Минздрава, и это несмотря на достаточные субсидии из бюджета республики. Более 900 миллионов рублей в этом году, более миллиарда запланировано на следующий. Если у нас есть соответствующие статьи расходов, и вы, как министр, контролируете свои бюджетные учреждения, почему они допускают соответствующую задолженность? Куда деньги идут? Мы на сегодняшний день финансируем содержание соответствующего учреждения полной ложкой. Куда идут деньги, коллеги? Вы что, не проводите балансовых комиссий? Что не выясняете, в каком состоянии, куда идут деньги? Или чем вы занимаетесь тогда? Значит, коллеги, я еще раз предупреждаю, вот такой ситуации я больше не потерплю. В Инте тем временем общий долг за коммуналку вырос. Всего более 400 миллионов рублей. Львиная доля за счет населения. Примерно такая же ситуация в Печоре. Должники не платят годами. Структура задолженности у нас по жителям три года. По федеральным учреждениям. Есть учреждения, которые 6 лет, но она просужена. Просужена, это Миноборона, поэтому ее списать пока невозможно. По республиканским у нас задолженности только текущие. В регионе уже организован ежемесячный мониторинг структуры задолженности за коммуналку. До 15 ноября ведомствам и муниципалитетам дано задание проанализировать долги населения и бюджетных учреждений. Кто, сколько, почему и с какого периода не платит по счетам. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген.